Так, сейчас ещё раз пробуем. О, отлично! Душа, привет! Добрый день! Добрый день! Ну что, будем начинать потихонечку, да? Да, я рада тебя видеть, Лена. Да, я тоже. Давайте я представлюсь и представлю Таню. Меня зовут Елена Сысоева, я из города Санкт-Петербурга. Да, и я очень люблю компанию Reflames, с которой я сотрудничаю, с которой я строю бизнес, нашу ювелирную коллекцию. И всегда, когда есть такая возможность, я об этом рассказываю. Сегодня я попросила Таню поделиться с нами своими какими-то историями, секретами, наработками, да, и рассказать об её удивительном путешествии. Сейчас чуть попозже об этом расскажу и представлю её. Но прежде немножечко в двух словах о себе, да, расскажу, чтобы вы понимали тоже, кто я. Я живу в Санкт-Петербурге, я директор, я работаю удалённо, онлайн. И мне очень нравится всегда в нашей компании, в компании Reflame, это то, что она что-то всё время придумывает, что-то такое интересное, необычное. И одним из таких мероприятий, да, одним из таких интересов был конкурс «Антикастинг». Он был несколько лет назад, в котором я и моя команда, мы приняли участие, и одна из моих девочек выиграла поездку в Польшу на эксклюзивную фотосессию. То есть мы устроили в Санкт-Петербурге мероприятие такое грандиозное. Вот, и Виктория... Слушай, я не знала об этом, что у тебя такие есть классные события в команде в жизни, здорово. Да, да, это было очень невероятно, потому что изначально их пригласили в Польшу, в старинный замок, об этом чуть позже потом расскажу тоже, если интересно будет, как это всё проходило. Но финалом, итогом было мероприятие в Москве, куда уже также пригласили меня как организатора именно в Санкт-Петербурге для моей команды. Это была фотосессия, это была выставка, буквально в двух минутах ходьбы от Красной площади. Это была такая картинная галерея двухэтажная, и там действительно очень было всё по высшему разряду, по высшему уровню. Компания напечатала журнал, называлась она «Книга красоты». Он вышел небольшим тиражом, но я несколько экземпляров храню. И что было, да, то есть были стилисты, был наш стилист Роман Белоснежный, были наши визажисты Алена Терещенко, были приглашены редакторы гламурных изданий, в частности, Алена Долецкая, это редактор издания «Гламур», которые давали интервью. Была Ирина Горбачёва, актриса, с которой я сфотографировалась, у меня есть фото с ней. Был фуршет, то есть это было настолько фешенебельно. Я думаю, что Таня сейчас тоже поделится с нами, да, своей поездкой в Москву. Я думаю, что это было не менее интересно, не менее ярко, не менее зажигательно. И поэтому я к чему это всё рассказываю? Всех призываю участвовать во всех мероприятиях от компании. Почему? Потому что компания действительно складывает огромный бюджет в такие мероприятия. И если вы принимаете участие и как-то выделяетесь, как-то с изюминкой себя проявляете, компания обязательно вас заметит и пригласит. И уж поверьте мне, такая поездка на дорогого стоит. Татьяне посчастливилось. Она прошла от старта до финала, подошла к этому делу ответственно, серьёзно. И она участвовала в марафоне, который назывался «На встречу переменам». Он проходил на официальном аккаунте Инстаграм. Это опять же к вопросу о том, что участвуйте, принимайте участие во всех... Он был совершенно открыт, открыт для всех этот марафон. И было на самом деле, там принимало участие около 1300 участников было в этом марафоне разных возрастов. И людей, которые не в «Орифлейм». И в «Орифлейм», конечно, те, кто много. Вот, сам по себе был конкурс очень интересный. И там были призы на каждом-каждом этапе. За каждое-каждое задание разыгрывался приз. Поэтому, ну, трудно было остаться равнодушным. Особенно те, кто любят стиль. Особенно те, кто любят моду, красоту, косметику. Ну, как тут не принять участие? Да, вот я хотела сказать, что как раз там есть тех людей, которые любят стиль, которые следят за веяниями моды, да? То есть, в принципе, мы так и познакомились. Мы поэтому и притянулись друг к другу. Да-да-да. И все же интересы, да? Как мы познакомились с Таней? Мы стали, ну, тоже, можно сказать, финалистками, да? Или участницами. От России пригласили всего трех человек. Это вот Таня как раз. И еще одна женщина была, да? И я. Азали Рашидова. Азали Рашидова. Это тоже очень классный директор Ари Флейма. Очень известная девушка. Вот она тоже, оказывается, такая же залипает на бирюлечках, как и мы. И мы, да, мы попали на интервью с руководством. Как раз вот в категории Норхен, да? Вот была женщина главная, которая разрабатывает. Директор по разработкам украшений ювелирных. Вот встреча была интересная. Там мы с Леной познакомились, да? Да. И узнали, во-первых, очень много нового. Тоже, что для меня было интересно, необычно, да? То, что компания слышит обратную связь, во-первых, у нас спросили, да? Нам задали много вопросов на тему качества, на тему вообще, в принципе, дизайна. Что бы мы хотели добавить, что бы мы хотели улучшить и привнести. И как нам анонсировали, что где-то примерно через год какие-то обновления, изменения появятся. Что тоже очень важно, потому что компания огромная. Это огромная корпорация, да, мировая, которая готова разговаривать с каждым лидером, да? И слышать обратную связь и это применять. И вот мы с Таней таким образом познакомились на интервью, можно сказать, что в Швеции, да? Это было интервью из России, но с шведским руководством. И для себя открыли то, что много женщин интересуются ювелирными украшениями. Им это очень нравится. Много женщин интересуются стилем. И Тане, как раз-таки хочу, да, закончить мысль, что она выиграла из шести девушек по всей России, выиграла поездку в Москву на гранд-финал с преображением. Шесть девушек со всей России. Участников было больше тысячи, да. И вот шесть человек выиграли финал. Вот, то есть мы выигрывали в процессе марафона там какие-то мелкие призы. Ну, как мелкие призы у меня, например, представляешь, был приз за стиль. Я как раз, что меня вдохновило ещё участвовать в длинном марафоне, он длился 15 недель. Вот, что там, да, что там был вот конкурс, один из первых. Надо было создать, стилизовать свой образ с помощью украшений, косметики и вот то, что сейчас, и создать романтичный образ. Ну, я, конечно же, взяла наше любимое украшение, ну, Орхен, я взяла украшение с розовым кварцем, но куда уж романтичнее. Вот, да, и создала вместе с ним образ. И меня заметила, знаешь, кто? Наталья Лаврова. Это одна из лучших, на мой взгляд, стилистов. И она живёт в Санкт-Петербурге. И, да, и она, как бы, мой, именно мою работу выбрала. И призом была её полуторачасовая консультация. И потом ещё она мне составила такой ноутбук с моими модными цветами, принтами. Ну, тут это прям классно. От классных ещё вот на слуху стилистов вообще, в принципе, был лицом, брендом этого конкурса. Влад Лисовец, да? Влад Лисовец, это был, да, самый лицом именно, вот как ты сказала, этого проекта. На него, в принципе, многие зашли в этот проект, скажем честно. Это крутой, конечно, стилист из Москвы, очень заслуженный, очень раскрученный. Вот, богатый человек. Но там было много других стилистов. Вот Наталья особенно заполнила такое взаимное притяжение, да? Вот, и спасибо тебе, Лена, что ты меня пригласила в этот прямой эфир. Потому что, ну, на самом деле, действительно хочется рассказать, хочется поблагодарить компанию. Потому что она, знаешь, она действительно помогает быть в тренде, она помогает быть модной. Она не просто даёт нам продукт, да? Она обучает. Вот этот марафон, что это такое было? Это обучение. Каждый из стилистов, он давал нам задания, например. Ну, или визажист там был, там были диетологи, врачи, спортсмены, блогеры очень известные. От визажистов, да, как устроить эко-дом, да, там много было таких интересных. Именно вот блогеров, звёзд таких, у которых там подписчиков, ну, даже многотысячники, там, от ста тысяч. Вот, и поэтому было интересно смотреть их задания, что-то узнавать новое, учиться. Вот я хочу поблагодарить Арифлейм, потому что это был действительно такой обучающий проект на самом деле. Вот, и я много чего ещё узнала. Спасибо Арифлейм, что, ну, скажем так, в свои 48 лет я не выгляжу как тётка. Вот прям огромное спасибо. Вот благодаря компании Арифлейм, не просто там у меня есть помады, там, нужных цветов, оттенка, вот. А она действительно образовывает, она помогает развиваться, она помогает узнавать что-то новое. Вот, и вот Норхен, Норхен, это, собственно, тоже часть стиля, часть имиджа, часть неотъемлемой, да, любой женщины. И вот когда появилось у нас эти украшения, я прям прыгала от восторга, потому что, ну, скажем так, они, без них я не вижу вообще, не представляю законченного образа женщины. Вот, любой стиль, он предполагает аксессуары. Возвращаясь к твоему анонсу вот этого мероприятия, гранд-финал в Москве, хочу немножечко предыстории. Я тоже же участвовала, Лен, я тоже участвовала в антикастинге, в этом проекте, который был год назад. И, между прочим, наша липецкая команда, наш именно проект выиграл тоже один из подарков, не главный подарок, как ты, а один из подарков нам оплатили фотосессию, дали деньги на фотосессию нашей команды и нас лично, то есть вот нас с мужем. Поздравляю. Да, нас тоже компания отблагодарила, потому что мы тоже очень заметны были в этом проекте, наши фотографии, у нас тоже работали профессиональные визажисты в нем, вот, и мы все это красиво преподавали, транслировали на город, вот, поэтому, да, очень интересно. Творческая жилка, вот это какое-то творчество, когда мне спрашивают, ну, вот, компания Reflame, да, вот, а что, вот, что вот компания Reflame там, да, ну, она уже давно там умерла или еще что-то. Я всегда говорю, что каждый человек может здесь найти что-то свое, да, кто-то находит про кремики, кто-то находит про, там, парфюм, да, кто-то, кому-то нравится уход за руками, что тоже является неотъемлемой частью, да, любой женщины. А, видишь, нам с тобой очень нравится стиль, да, вот, и мы наше направление, где можно себя организовывать. Я еще раз хочу напомнить... Я согласна, я следую. Секундочку. Еще раз хочу напомнить для тех, кто вновь присоединился, что с нами Татьяна Алешкина из города Липецка, директор, человек с хорошим вкусом, которая приняла участие в конкурсе и выиграла его, и вот сейчас она нам как раз об этом рассказывает. Да, давай, хорошо, ты так упорно на конкурс. Хорошо, красава, я понимаю, что это очень интересно. Но кто-то присоединяется позже, поэтому напоминаю, кто мы, что мы. Понятно. Так, и я еще что хочу сказать по поводу, да, стиля. Вот действительно каждый находит в Арифлейм что-то свое, и действительно вот мы увлекаемся, как бы мы зашли в Арифлейм, мы находимся в Арифлейм благодаря в том числе и возможности вот иметь такой образ жизни, да, работать в индустрии моды и красоты. Я знаю, что Лена делилась с вами, о себе рассказывала, она говорит, я с детства мечтала работать в области моды и красоты. Вот, я не знала, что мне это понравится в детстве. Вот, честно говоря, я на самом деле, ну, как бы не считала себя модницей, никогда особо не следила за стилем. Это уже здесь в Арифлейм раскрылось, открылось, и так мне понравилось, что, да, я сейчас участвую во всех мероприятиях, которые связаны как-то каким-то блоком. И вот мы очень часто с нашей командой устраиваем, ну, как часто, мы каждый каталог, например, сезонный, да, ювелирный бюджетерный, 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 сопровождаем светскими пати. То есть мы снимаем рестораны, кафе и устраиваем вечеринки с демонстрацией этих украшений. Вот, то есть, ну, это вот душа лежит, через это строишь бизнес Арифлейм. Вот по-разному его можно строить. Таня, скажи, пожалуйста, много украшений вообще? Что тебе больше нравится? Какие, может быть, камни ты выбираешь? Или как ты вообще выбираешь украшения? По какому принципу? Да. Вот раньше я выбирала украшения и камни. Вот первый каталог, к сожалению, я его не нашла почему-то у себя. Я, может быть, кому-то дала. Самый-самый маленький, вот такой беленький первый каталог есть у тебя? Нет, нет. Я знаю, что у тебя... Я тоже стараюсь хранить все каталоги. Да-да-да. Вот. Но когда он вышел тогда первый, глаза разбежались. Ничего подобного до этого в Арифлейм же не было. И там я скупила все. Я сегодня, кстати, да, хотела, думаю, я хоть посчитаю ради вот сегодняшнего эфира, думаю, ну хоть посчитай, сколько у меня украшений, хоть как-то их систематизируй, приведу в какой-то, ну, такой вот порядок, попробуй. Но бесполезно, но невозможно. Вот. Взяла сегодня все, что вот прям первое попалось под руку. Это вот из первого самого первого каталога украшений. Это жемчуг искусственный. Ну, то есть это не моды, не времени, это классика. Искусственный жемчуг с кристаллами. Ой, сколько в нем было разных луков. Ну, это, конечно, подвечернее все-таки больше мероприятие. Это мой, это аметисты. Это потрясающе красивые натуральные камни с капеллением аметистов. Фиолетовый цвет. Это я носила даже на ежедневную носку. У меня есть фиолетовая такая кофточка, блузки. И вот очень красиво даже на ежедневной основе. Это все из первой коллекции. Еще тут не все. Тань, а вот ты как считаешь, можно носить украшения, допустим, на каждый день? Потому что многие женщины, они, им нравятся, но они боятся одевать. Сейчас тем более пандемия, да? И часто я слышу возражения одной из самых таких популярных. Ой, это ж, ну, я ж никуда не хожу, куда мне это носить? То есть вот как ты это в жизни своей реализуешь, эту ювелирную коллекцию? Да, вот сейчас, кстати, на мне самое, что ни на есть, ежедневный образ. Это вот подвесочка такая малозаметная с розовым кварцем, колечко, часы розовый кварц. Да, это вот знаете как, да-да-да, да. И вот смотрите, они, это не комплект, не комплект. Но когда, да-да-да, ты любишь, тоже розовый кварц, я его обожаю. Мне нравится очень, да. У меня много украшений. И когда, вот на ежедневной основе, посмотрите, как классно, розовый кварц, вот часы, например, да, с украплением, кристаллы сваровские, здесь сапфировое стекло, это механизм сейка, японский механизм, кристаллы сваровские ставлены. И вот такой вот он сделан из розового, под розовый кварц, и вот с украшениями. Всё в компании, на ежедневной основе есть, что носить. У меня много таких. Вот, например, розовый кварц, но в белом золоте, белое золото. Да, да, наверное, мы сейчас будем с тобой соревноваться. Ну, мы уже выяснили, что розовый кварц – один из наших любимых камней, да? Вот смотрите, кто не любит золото, да, кто предпочитает холодные оттенки, можно найти розовый кварц в холодном, в холодных, под белое золото. Вот. На каждый день, например, вот у меня есть брошь с жёлтым авантюрином. Причём это подвеска, её можно, я её надевала на свой день рождения, ходила в ресторан, гуляла с такой вот красивой подвесочкой. Вот. Но при этом, когда у меня была деловая съёмка, я одела белую рубашку, белую блузку, и вот эту сняла цепочку и вот сюда надела. То есть получился деловой, но женственный образ. Вот как бы я люблю так, что, да, дело – дело, бизнес – бизнес, но женщина все равно должна всегда оставаться женщиной, да? Ну, про сочетание вот тоже пару слов, вот как ты считаешь, да, всё-таки ты прошла курс там у Влада Лисапца, да, ну, побывала на мероприятии, где тебе рассказывали, возможно, о сочетании, как правильно носить ювелирные украшения. Потому что многих женщин останавливает, опять же, от покупки ювелирных украшений то, что они не умеют их носить, то есть они не знают, как их сочетать. Адеть нужно весь комплект полностью, да, потому что иногда предлагается в одной комплекции коллекции серьги, кулон, колье, да, браслет и кольцо. Вот как это всё сочетать правильно, так, чтобы не выглядеть ёлкой? Да, я сейчас вернусь к теме вот этого гранд-финала и марафона. На самом деле, представляешь, немножечко, Лена, не так, у нас там не было никаких лекций, обучений, вот, а там что было? Вот приехало шесть девушек в своей одежде, вот как есть мы, да, приехали, и мы попали сначала в руки фейс-фитнеса, мастера по фейс-фитнесу, потом у нас была Анна Звежинская, я тебя перебью, это Елена Карпукли была? Да, 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 мы проходили с ней курсы фейс-фитнеса, вот с ней мы проходили именно занятия, урок, мы делали это всё на себе. Вот, с Анной Звежинской мы тоже делали всё на себе, это девушка, которая очень, она йогой занимается, и она очень классно даёт практики, вот, ментальной практики, то есть на расслабление. Вот, мы прошли именно как бы на вот эту практику, как находиться в моменте, то есть здесь и сейчас. Вот, очень интересное занятие, полезное и очень полезное. Вот, мы были с олимпийским чемпионом по гребле. Господи, сейчас вылетело. Олимпийский чемпион по гребле, он сейчас наш, так скажем, амбассадор нашего продукта wellness, он показывает и рассказывает, как он с помощью него поддерживает и вес, и свою форму тренировочную, тренировки, да, как он вписал этот wellness в свой рацион, да, для того, чтобы продолжать тренироваться. У него вообще очень много проектов, сейчас какой-то другой ещё проект мутит, но факт тот, что он очень, не просто там вот на время марафона подключился и сказал, да, wellness хороший продукт, он продолжает сейчас его и употреблять, и рассказывать о нём. Я немножечко в сторону. Юрий постригай, Юрий постригай. Постригай, да-да-да, точно, Юрий постригай, наш олимпийский чемпион. Ну вот видишь, примета времени какая. Мы сейчас блогеров знаем лучше, чем чемпионов нашей олимпийской. Стыдно, да. Стыдно почему? Невозможно всё запомнить. У меня иногда тоже бывает, что я помню, помню. Но это примета времени, очень много информации. На самом деле, вот то, что ты воспринимаешь, то, что ты любишь, вот то и воспринимаешь. А то, что как бы от тебя, ну от меня спор далековато, поэтому я как-то вот так. Так, давай. И самое интересное, мы подходим к самому интересному, это нас, мы потом после макияжа, после Романа Пономарёва, это один из класснейших визажистов московских, которые, конечно, он помогал шести специалистам делать шести девушкам макияж. Потому что, понимаете, это всё проходило за один день. То есть мы примерку делали накануне одежды, а вот всё остальное, это проходило всё в один день. Съёмки, переход от одного места к другое, там, потом вот этот визажный... Чувствовала себя золушкой? А? Чувствовала себя золушкой такой вот, на которую... Королевой, королевой чувствуешь себя. Когда ты просто вот всё внимание... Да, всё вокруг тебя вертится, все хотят тебе угодить, все хотят, чтобы красиво получилось. Вот. Тут же съёмка идёт, фото, тут же интервью берут. Боже мой, это было так... А-ля «Модный приговор». Да, 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 это как «Модный приговор», да. И, кстати, мне вот очень понравилось, что было несколько человек. То есть, потому что себя-то не видишь на самом деле, а вот когда на твоих глазах ещё пять девушек преображаются, как тоже с ними работают, это было безумно интересно. Тоже думаешь, Господи, вот что с этой девушкой сделать? А как вот её переоденут? Это было очень интересно. И мы все доставались, общались. То есть вот это общение тоже в процессе дорогого стоит, потому что это, ну, как бы эмоции, эмоции. Вот. Мы параллельно пытались снимать сторис, выкладывать, но это всё было нереально, конечно, всё сделать в один день. Поэтому ещё очень много контента потом выкладывалось. Я не об этом, я о лесовце, да. И вот подошёл момент, когда мы все накрученные, уже накрашенные, строили одежды, подходили к Владу Лисовцу по очереди, и он уже как бы давал нам одежду, которую он выбрал накануне. У него, естественно, вы понимаете, есть помощники. Помощники принесли кучу одежды, вот такой огромный ворох одежды накануне в гостиницу. И мы одевали всё, у нас там говорили, как менять, что одевать, всё это фотографировали, отправляли Владу Лисовцу. А Влад Лисовец уже выбрал. Он выбрал, он уже подготовил. То есть когда мы вышли к нему, он уже только вот брал вешалку, вот так нам отдавал, вот иди, переодевайся вот в это. Но самое интересное, да, вот в этом было, что он давал рекомендации как раз по стилю. То есть он говорил, что не просто вот твоя одежда, да, а обрати внимание, что вот прическа, волосы, как должны быть подстрижены. Он же ещё парикмахер, у него же есть своё собственное студия парикмахерская, да. У него есть кафе своё, Лиссабон, как раз вот. Вот, и он давал, да, по цвету волос, по длине, по форме, прическу, то есть вот это. И второе, он как раз подводил к столику с бижутерией, Норхин, да, наши вот это, Норхин. И прямо вот при тебе, он так прямо прикладывал, помню, какое-то вот одно у меня украшение из вот предыдущего каталога. А, ну неважно, жёлтый такой камень, жёлтый. Он говорит, нет, это для тебя крупно. То есть нужно соблюдать обязательно. В подборе украшений нужно соблюдать размеры. Да, пропорции, совершенно верно. То есть если ты крупная, тебе да, 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 да. Вот, он отрицательный, он сказал, нет, ни в коем случае. Это как будто ты, как на грузинском, как он выразил, на грузинском базаре. Слишком, всё слишком. Вот, и предложил мне серёжечки из розового кварца, но, знаешь, такие тоненькие подвесочки вот такие. Нет, нет, не такие. Вот те, которые, сейчас покажу, которые тоненькие, такие весюлечки. Покажу сейчас, покажу. Вот эти вот, вот эта серия? Нет, 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 Лен, сейчас. Вот эта вот, вот такая вот. А, всё, поняла, очень такие нежные. Да, он приложил и сказал, он сказал, простит. То есть, понимаете, вот, конечно, стилисты на то, они и стилисты, они учатся на это, да, но вот они видят сразу, они говорят, это через чур, это перебор, вот это простит. Я не знаю, что он имел в виду, но, вы знаете, я с ним согласна. Вот, и идёт дальше, идёт дальше. И вот когда он дошёл вот до этого украшения, руками, знаешь, так прям стоит, как дует над столиком. Я говорю, мне вот эти украшения очень нравятся. Вот, он, да? Ну, как говорит, давай, подходи. И он приложил ко мне вот эти вот украшения и сказал, что они очень освежают. Они вот прям... Да, как свет очень освежают. Да, вот, ну, я надеюсь, меня простят, я буду сидеть и в розовом кварце, и вот в этом амазонике. Мы же как раз показываем вот эти украшения. Да, 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 вот этот комплект. Вот, и, собственно говоря, вот мне подарил этот комплект. Ну, собственно говоря, Арифлэм, конечно, подарил, но с его лёгкой руки он стал моим. Я безмерно счастлива, вот, потому что он мне нравился с самого начала. Там была даже целая история. Я, на самом деле, его даже себе купила. Вот, но у меня его перекупили, когда увидели. Сапожный сапог, у меня всегда то же самое. Сначала клиентам первая очередь. Да, 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 да. И бывает зачастую, что на складе заканчивается, и ты уже ждёшь, когда опять выкинут в продажу, да, то есть сидишь, мониторишь, и уже гораздо позже получаешь себе. Ну, вот эта вот форма, форма вот этих вот тавочек, очень модная сейчас. Да, ну давайте вот ещё по поводу стилистических подборок, да, я про других девушек тоже вот расскажу. На самом деле сейчас очень модно иметь на каждый день украшения, вот именно ежедневные. И любой образ, слегка, еле заметная какая-то деталь, совершенно преображает его. Она, вот чтобы ещё показать, да вот, например, мои любимые брошки. Брошки сейчас очень модные. У меня три брошки. Мой любимый. Ага, и вот она. И у меня. И у меня. Да, вот она улиточка. Видишь, мы с тобой очень похожи в этом, заметила. Вот, вот паучок с розовым кварцем. Ну, это ж прелесть какая. Тоже посмотрите, как эффектно. Вот я надела на лацком, да, даже делового пиджака. Посмотрите сразу, как это смотрит. Привлекает внимание. Отвлекает даже внимание. Раз такая изюминка. И женщина не пройдёт. Хочется остановиться взглядом, зафиксировать и рассматривать. Да, да. Главное, что это не, вот, что мне нравится, да, вот в украшениях Норхин, что это вот как вот по шведски лагом. Столько, сколько надо. То есть нету ничего вычурного. Нету какого-то такого вот броского, агрессивного. Да, то есть очень такой раз и акцент такой. Да, вот на тёмные пиджаки. Я вообще очень люблю пиджаки носить. И вот на тёмный пиджак вот такая брошь. Причём сейчас модно носить брошь где угодно. Можно на шарфике, можно на берете, можно вот здесь, допустим. Да, даже вот на вязаной вещи я хочу вот показать. Вот вязанный макеровый свитер, да. Посмотрите, как брошечка сразу преображает, украшает этот макеровый свитер. Вот, и как и по-другому. А ещё мне вот эта вот бабочка очень нравилась. Вот, но она как бы немножко не по одной стиле. И, ну, я не удержалась, купила. Дочке подарила старшей. Вот, да пусть будет. Хоть у дочери. Да, конечно. Всегда есть кому, как говорится, оставить и передать по наследству. Как в царских семьях. Да, в царских семьях. Я тоже хотела добавить, Тань, вот к этой брошке, да, вот к этим стилистическим решениям. Я хотела добавить, что я всегда рассматриваю внимательно каждый каталог Норхен с точки зрения, с чем сочетать. То есть, когда женщина говорит, я не знаю, с чем носить, я не знаю, куда одевать. Всегда есть подсказка на картинках каталога. И у меня даже есть куплено одно платье на Новый год, которое я, скажем так, узрела, рассмотрела в каталоге. У меня, к сожалению, нет этого каталога сейчас под рукой. Это два года назад было. Вот это платье я купила, бархатное, как раз-таки, увидев в одном из каталогов, разворот. Если ты помнишь, там было такое красное, бархатное платье, но у нее оно было без рукава. И я очень долго думала, что же мне одеть, какой же мне подобрать стиль к этому кулону. Да, да. Просто вот здесь видно, что это играет на бархате, очень красиво. Иногда, когда ты не знаешь, какую одежду подобрать, как одеться куда, какие, как говорится, пиры-миры и люди, внимательно взять каталог Норхен, его рассмотреть. Потому что над созданием любого каталога работают стилисты. То есть это специалисты, которые высокого уровня. И они всегда нам со страниц каталога подсказывают, что модненького, что можно сейчас носить, куда носить. А самое главное, если праздник Новый год, например, то можно здесь подобрать себе какой-то наряд в этом стиле. Вот она подсказка, пожалуйста. Я хочу, да, кстати, сказать по поводу еще стилистических моментов, нюансов таких, да. Например, вот комплект, комплект. И Влад Листовец, кстати, это очень хорошо продемонстрировал на девушке в голубом пиджачке. Если вы вернетесь вот к вот этим материалам на официальном аккаунте Reflame.ru и посмотрите, отмотайте чуть-чуть назад. И вот этот момент, когда вот освещали очень подробно этот гранд-финал, вы увидите там всех участниц преображенных, там у нас прям даже ролик с нами сняли до и после, мы есть там. Вот там девушка в голубом пиджаке, Мария ее зовут, а она, на ней украшения из разных комплектов. То есть сейчас это модно, то есть миксовать. Не обязательно вот взяла один комплект и взяла там платье одно, да, и все сразу надела. Нет, если, например, можно часы, можно подвеску из одного комплекта, браслет из другого. То есть здесь только нужно вот чуть-чуть, чуть-чуть чувствовать... Насмотренность, насмотренность. Да, да, не может как-то... Большой каталог листать, смотреть. Да, да, да. Наборации вот этого вот вкуса, который на самом деле тоже может прийти. Его можно выработать. В конце концов можно, да, вот менять, то есть миксовать, одевать, пробовать, смотреть, нравится, не нравится. Я просто что хочу сказать. Я вот когда-то купила себе набор вот такой вот, тоже с розовым кварцем, и вот такие вот серьги, кольца. Вы знаете, я их вместе надевала, ну, может быть, один раз вот на банкет в Москву, в гипмероприятия. Потом вот кулон я одевала достаточно редко. А вот эти серьги, ну, вы не представляете, и в пир, и в мир, и в добрые люди, они у меня на каждый день шли. И они шли, знаете, еще под какие? Под образы. С кожаной курткой, с такие вот лаконичные, вот черные вещи. Просто вот одела одни серьги. Вот. Совершенно меняется сразу настроение, сразу появляется какой-то шик, лост, понимаете? Вот, поэтому, поэтому не бойтесь покупать. Вот если сейчас на Новый год, да, вы из нового каталога усмотрела вот эти вот серьги с черной шпинелью. Вот, посмотрите, какие они. Да, а ты подвеску купила, Лен? Да. А я с нерги. Ну, вот я подвеску пока декольте, ну, как бы не придумала. А серьги, вот это вот по принципу вот этих колец, которые я показывала, да, они сейчас мне подойдут вот к черному платью на Новый год. Вот у меня просто, знаешь, у меня здесь кружево, и под кружево вот эта подвеска, она потеряется. А вот сверху, сверху, серёжки, они вот прям как раз дополнят. Я уже знаю, в чём я буду, уже приготовила новинку, не одеваю, никуда не ношу, потому что у меня есть такая традиция на Новый год одеваться в новое. То есть вот чтобы у меня что-то, или хотя бы что-то было, но на мне обязательно новое. Вот, ну, вот, как правило, это всегда бельё, это всегда бижутерия новая, и платье, может быть, либо новое, либо с элементами нового. Стиль настоящей женщины, стиль настоящей женщины, да. Вот, ещё про Новый год, что хочу сказать. У меня вообще любимый цвет, не поверите, чёрный. Он универсальный? Да, да. И я очень часто, знаете, как-то он... Он идеально подходит под все украшения. Я недавно просто открыла, что на самом деле на чёрном можно носить всё абсолютно. То есть, поэтому, если у вас есть маленькое чёрное платье, оно никогда не выходит из моды, может быть, оно немножечко модифицирует, может, согласна, там, может, когда-то модно на бретельках, может быть, когда-то с удлинённым рукавом, но всегда маленькое чёрное платье будет, не уйдёт никогда из женского гардероба. Вот, поэтому под него можно... Я когда-то купила вот такие вот украшения, почему я говорю, что люблю чёрное. Вот, это... Апсидиан, по-моему? Да, 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 это апсидиан. И у меня у него вот серёжки, браслет, красивый чёрный браслет, вот эти серьги. И ещё где-то у меня ещё кулор. А, вот он, необыкновенный кулор. Вот, настолько мне понравился этот комплект, что я его весь выкупила. Вы не представляете, как он красиво смотрится и на чёрном, и миксуется очень хорошо. Вот на каждый день, к вопросу, на каждый день. Вот я сейчас снимаю, допустим, розовым кварцем, да, и надеваю... Ага, туда не лезет, вот, вот сюда. Очень богатый смотрится комплект, и мне он напоминает русское кружево. Это вот как раз к вопросу о том, что наши царственные семьи, да, русские цари, и не только русские на самом деле, и английская королева, они все носят вот такие богатые украшения. И часто, когда я... Ну, я увлечена сейчас темой как раз украшений ювелирных именно королевских семей. И я обращаю внимание, что очень часто у них есть украшения в русском стиле. То есть это такой тренд, это очень модно, и это очень выглядит дорого, да. И почему бы нам не воспользоваться и не перенять себе этот стиль, да, учитывая, что это в доступной цене в каталогах Арифлейн. Я ещё хочу сказать, что, да, вот типа таких вот украшений, вот, ну, действительно, это не стыдно передать и дочери, то есть это останется модным. Может быть, это будет смотреться немножко винтажно, но то, что ничего не случится, да, не с вот, а, господи, с покрытием, да, с покрытием, вот, это действительно не стыдно передать по наследству, правильно ты говоришь. Вот. Я к вопросу ещё вот о стиле, да, можно сказать, что это русский стиль, вот, а я, например, хочу сказать, что не бойтесь экспериментировать. Представляете, как это круто смотрится с кожанкой, вот с косухой. Вот эта чёрная косуха и вот это вот чёрное такое, он вообще, он глубокий такой, зелёный, но смотрится как чёрный, он потрясающе смотрится, например, с кожаной косухой. Вот это такое смешение стилей интересных, которое вот именно как раз и притягивает внимание, притягивает взгляд. Можно быть просто в одной чёрной косухе, да, а можно быть в чёрной косухе и вот с такими серёжками. И это совсем уже по-другому, да, вот будет смотреть. Это будет уже шик. А если ещё косухе одеть, например, какую-нибудь юбку такую вот из газовой ткани, то это будет нежный образ такой, отсыл и к романтике, да, и к какому-то современному стилю. Ну, современный городской стиль, да, такой, согласна. И вот Лисовец тоже, вот он подходил, девушки подходят, есть покрупнее, есть помельче. И он смотрел, конечно, как с одеждой это будет соотноситься, эти украшения. Вот, там очки дали, кстати, об очках. Я обожаю очки Норхим. Вот у меня их трое, я сегодня принесла двое. Одни в красном ещё, в красном. У меня тоже есть в красном. Да. Оправа, и вот она красная оправа, она так выигрышно летом смотрится, согласись, Лена, вообще. Я когда надевала, я прям себя чувствовала сразу, не знаю, кинозвездой какой-то. А ещё можно носить её летом, а ещё можно носить осенью и весной. И ты тоже будешь очень стильно смотреться, потому что, как правило, если посмотри на среднестатистическую женщину, оправа у нас какая, да, коричневая, чёрная. То есть, в принципе, в основном, или там какая-то серебряная, да, два-три красная. Да, да, да. Красная, это очень стильно, это очень ярко. Ты заявляешь о себе, ты сразу подаёшь себя как женщина, которая как бы с изюминкой, с претензией, да, и как женщина, Лен, как женщина подаёшь себя сразу. Вот эти вот очки, которые, они универсальные, хотела показать, ну, ладно, что-то я не подготовилась, так следует не пройти, сейчас протру. Вот эти очки, которые носил Джон Леннон, то есть форма такая же, как у Джона Леннона, вот, они будут модны всегда, и сейчас они периодически... Это какие очки у тебя? Нет, 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 вот эти вот. Вот эти. Они будут периодически сейчас попадаться в распродаже. Друзья мои, берите, не смотрите, что это прошлое коллекция, потому что вот это вот останется вне моды, вне времени, очень сильно смотрится, и кому подойдёт по форме лица, как мне, прям вот я... вообще не снимала, я их из пальто носила, и летом носила, и с чем только не ношу. То есть когда очки подходят к лицу, очень красиво, вообще можно чем угодно их уже носить, то есть там одежда уже не имеет значения, стиль, в каком стиле, вот правда, честное слово, когда очки на тебе вот прям... Поэтому в Арифлейм, в Норхен есть очки, есть платки, я вот тоже собиралась, думаю, ну, хоть что-нибудь, да, ещё покажу. Обожаю вот, например, вот этот платок, вискоза стопроцентная, упаковка какая, друзья мои, это такой вот, знаете, во-первых, подарочный вариант, потрясающий. Подарки всегда очень выигрышно смотрятся. Да, 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 да. И вот посмотрите, какая прелесть. Я видела на одном стилисте, нас в городе девушка морскую вечеринку они устроили в морском стиле, вот. Ну, знаете, вот эта синяя, красная, полоски, вот это дело. Да, да, да. И она вот этот шарфик применила, просто был такой изюминкой, вот просто был изюминкой с этим шарфиком. Ну, а так много всего ещё. Я просила тогда у руководства, когда мы встречались, Лен, с вот этой девушкой, она просила, я говорю, нам бы сумочки и ремни ещё вот. И ещё мужские очки, помнишь, мы просили? Мужские очки ещё мы просили. И запонки по возможности. Ну, запонки... Мужские? Мужские или женщины? Я понимаю, но как бы не знаю, сейчас кто их носит, запонки. Ты знаешь, у меня девушка есть, моя подруга, она живёт в Мурманске, она думала, что вот это запонки. А... Они же были показаны как раз на фото. Ну, да, да, вот бычок, он тоже тогда, помнишь, вот на картинке, он бычок на рукаве показывал. Я, кстати, вот, да, тоже видела, ты показала. Он очень сильно, кстати, поэтому запонки сейчас тоже очень актуальны, да, ты показываешь. А я хотела, знаешь, что, если позволишь, буквально пару тоже слов. Я подготовила несколько своих каких-то нарядов, которые у меня такие, ну, праздничные, да, которые можно было бы, скажем так, одеть на Новый год. И вот, как правило, что подбирать? Вот ты правильно сказала, что чёрное платье, например, да, к нему тоже не всё можно подобрать, потому что какие-то украшения могут теряться. Как правило, женщины на Новый год либо что-то чёрное одевают, да, либо ищут какой-то цвет, который вот модный цвет года, да, там, год золотого быка, золотое платье, да, ну и так далее. Вот. Ну, вот, как я сказала, что я, во-первых, внимательно рассматриваю все каталоги Арифлей Норхен, да, и выбираю что-то вот в стиле, да, то, что нам предлагают стилисты. Очень моден бархат сейчас. Вот на Новый год, если выбирать, да, цвет... Да, он снова вошёл в моду, да, бархат. Да, если на Новый год, да, говорить, и цвет выбирать тот, который подходит именно вам по вашему цветотипу. Вот здесь у меня такой алый цвет, потому что, например, если бы это был более холодный, он бы мне не подошёл. А здесь алый цвет, то есть когда вы выбираете бархат, не поленитесь, а приложите к себе, посмотрите, заиграли у вас глаза, да, цвет ваших волос, кожа, не стали ли вы смотреться более бледными. И уже исходя из того, какой вы выбираете цвет одежды, да, можно выбирать украшение. Как я уже сказала, я выбрала к этому платью змею. Это соколиный глаз, и это змея. Почему змея? Потому что я по гороскопу змея. Всё очень просто. Я виделась в год змеи. Конечно, кристаллы здесь, сваровские, они просто блестят шикарно. А я в год БК, поэтому в этом году, в начале года, БК себе купила. Да, да, вот. Это что касается на Новый год, можно подобрать что-то в бархате, да, и подобрать... Ну, бархат, я хочу сказать, бархат такой очень яркий, сам по себе материал, очень бросающийся в глаза, он очень активный, у тебя очень активный ещё цвет красный, вот, поэтому здесь вот не перебрать. Вот одного украшения, вот одну подвеску, и всё, больше ничего. Иначе это будет действительно сама будешь, как ёлка, это точно. Да, да, да. У меня, в принципе, оно одно и было, я больше ничего к этому украшению не покупала. Также ещё у меня вот есть тоже такой вариант, предложение, да, посмотреть такой образ. Это тоже новогодний, можно на новогоднюю фотосессию. Это такой пиджачок, который можно одеть с тёмной какой-то маечкой, да, можно брюки чёрные подобрать. У меня были брюки, кстати, цветные сюда. И вот сюда можно подобрать, например, вот украшение, сейчас я покажу, это коллекция с розовым кварцем. Вот, смотрите. Да, да. Интересное колье с кристаллами, очень нежный камень в золоте. И я как раз подобрала сюда, вот именно вот это украшение. То есть можно выбирать украшение контрастные, а можно однотонные. Это тоже будет очень нежно и стильно смотреться. Вот смотрите. Вообще сейчас монохром очень модный, очень модная тема, монохром. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот к этому пиджачку я бы пододела просто бежевенькое или розовенькое платье, простое без рисунка. Вот у меня бежевая кофта. Можно, в принципе, да, можно. Да, потому что в монохроме и еще плюс вот эти блесточки и вот это украшение, и вообще это прям идеально. Идеально будет, да. Но единственное, что какой момент, что если мы выбираем что-то в пайетках, в образе, это должен быть один предмет. То есть нельзя одеть юбку в пайетках и пиджак в пайетках, потому что будет уже перебор. То есть это должно быть достаточно. О том я хотела показать. У меня есть вот такая глузка. То есть некоторые любят, например, какие-то такие вот тоненькие материалы нежные, да, но при этом такие празднично выглядящие, да, тоже можно либо с тоненькими брючками одеть. Можно одеть, например, на корпоратив в офис. Можно одеть, вот у нас часто бывают какие-то мероприятия лидерские, да, где мы приходим и выступаем. Я тоже, я одевала эту кофту уже. Это вот мои как раз такие коллекции, запасы. Можно также на фотосессию одеть, тоже будет очень стильно. Очень нежный материал, да. Ну, сюда вниз я одела такую тоненькую маечку, чтобы это было непрозрачно. То есть, чтобы вы понимали, прозрачная, прозрачная кофта, да, блузка, через которую просвечивает бюстгальтер, это признак дурного тона. А вот если сюда одеть что-то вот вниз, какую-то маечку непрозрачную, с тоненькими бретелечками, это будет уже стильно. И сюда можно подобрать украшения, на самом деле, достаточно разные. Так, а что же я сюда одевала? А что же я сюда одевала? Так, сюда, кстати, можно подобрать. И вот это украшение, оно не будет здесь теряться за счет блеска. То есть, когда вы попадаете в софиты, оно будет играть. Сюда можно подобрать. Также еще вот одно из моих любимых... А, можно, знаете, что еще сюда подобрать? Вот у меня есть такое новое украшение из новой коллекции. Сейчас я вам покажу. Вот оно, смотрите. Оно будет тоже очень нежно смотреться, не перегружая образ. Ну, во-первых, принт сам по себе достаточно активный, да, то есть... Да, да. Можно я допомню, добавлю? Смотрите, да, вот это украшение, вот эти украшения, очень хорошо с этой кофточкой, но вот я, Леночка, я опять склоняюсь к варианту серьги и кольцо. Потому что они будут... Не все носят серьги, понимаешь? Не все носят серьги. Да? Да, я вот, кстати, тоже, да, на эту тему. Я, вот представьте, что я 44 года жила вообще без украшений на ушах. Мне их не было никогда. И вот благодаря только тому, что я полюбила ювелирную коллекцию Норхен, я в этом году летом проколола серьги. У меня, потому что они до сих пор еще не зажили. У меня здесь разные сережки. Это у меня еще медицинская, пока не снято. Это у меня золотая вставлена. Тут есть определенные моменты, которые немножко мне надо еще подождать, выждать. Но я уже себе начала покупать украшения, ювелирные, которые я буду носить, да? Поскольку мне они очень понравились, мне очень нравится. Уполняют опыт. Твое, Лен, это прям твое, да. А я хочу сказать, что для дам, которые, ну, скажем так, вот, ну, некуда идти, нету корпоративов, сейчас время такое сложное, да, непонятное сейчас. Не знают люди, будут, не будут праздновать, как это все будет происходить. Даже если вы собираетесь дома, с компанией, или, не знаю, или с любимым вдвоем, вот, просто, смотрите, одевайте, даже не покупайте, одевайте платье, которое, ну, простое, ваше самое, не знаю, простое, маечка, знаете, вот маечки такие есть, атласные на бретелечках, вот, и покупайте одно украшение на Новый год, и все, и вы звезда. Я вот, например, вот этот вариант, мне очень понравилось, понимаете, вот морозное кружево, вот это с серым жемчугом, да, оно не обязательно под какой-то там вечерний туалет невозможность, посмотрите, как это смотрится нарядно, выигрышно, с простой маечкой на бретелечках, ну, как простой, да, она, наверное, либо, либо какой-то, ну, шов, либо, либо атлас какой-то, имитация атласа, да, вот, то есть я говорю о том, что наши украшения, они могут совершенно по-другому, ваш повседневный образ преобразить таким образом, что даже не стыдно Новый год в этом встречать, вот, это же очень круто, вот, поэтому, да, банкута, банкута, это хорошо, у меня, чтобы успеть сохранить видео, я хотела задать вопрос, а есть у тебя какое-то любимое украшение в Норхен, вот, которое ты носишь, вот, ну, вот, ну, везде, ты можешь его одеть и на какую-то вечеринку, на какую-то встречу. Ну, это вот отки, я хотела сказать, вот, я в них влюбилась, то есть я их не снимала, вот, как купила, полгода вообще не снимала, они очень понравились, и вот, еще вот это вот, вот эти украшения, которые у меня уже несколько лет, я почему, про него тоже говорила, несколько лет, причем я их миксую, миксую по-разному у меня, то есть под разный стиль и под разные образы, они не перестают быть актуальными, вот эти вот, вот этот вот стиль, мне вот, да, я, я вот это вот украшение. А я тебе покажу, можно свое? Вот это мое любимое украшение, это яблочко. Яблочко. И вот это вот браслет. Я честно скажу, что я это украшение ношу абсолютно везде, и, кстати, вот под эту блузку я ношу тоже это украшение. Да, 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 вот под эту блузку яблочко. Лен, ну, я тебя, наверное, посмешу, но у меня из этого комплекта. Сережа. Сережа, только у тебя. Когда я покупала этот комплект, у меня еще были не проколоты уши. Да, да, да. Вот, это браслет, я вообще очень люблю браслеты, хочу сказать, что у меня несколько браслетов от Reflame, вот, и мне очень нравится, я купила часики вот такие вот, и миксую, смотрите, здесь часики и серебро, и золото. Да, да, я миксую, ношу и с серебряным комплектом, и с золотым, и смотрится очень стильно, очень стильно. Вот, кстати, браслеты, я стала на них обращать внимание тоже больше, чтобы с часами вот носить браслет. Я, кстати, вот эту подвесочку, вот эту с розовым кварцем, я надевала вот сюда вот, то есть, и можно носить и как подвеску, и как браслет, вокруг руки обматываешь, тоже очень классно. Поэтому, да, тема браслетов сейчас тоже крута. Ну что, я завершаю наш эфир, Танечка, спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила, Лен. Очень полезно, интересно, я думаю, что каждая женщина для себя нашла что-то вот свое, и всем желаем, чтобы вы не боялись носить украшения, чтобы вы на Новый год обязательно себе что-то выбирали из наших замечательных каталогов, потому что вот они новые появились, и там есть что выбрать. И, конечно же, будьте самой красивой, самой яркой, выделяйтесь, будьте женственной, и сияйте. Все, всем пока-пока, до новых встреч, будут еще интересные эфиры, обязательно вас пригласим. Спасибо всем. Спасибо всем. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok